МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студент поручил сдать дома на 75 тысяч мест, но в девяти областях стройку даже не начинали. В Мангостау подписано совместное соглашение о взаимном сотрудничестве между регионом и швейцарской страной. Область вместе с представителями бизнес-сообщества посетил министр экономики, образования и исследований Швейцарии Йохан Шнайдер Амман. В Актау прошла двусторонняя встреча Акима Мангостауской области, Ерлана Тугжанова, министра по инвестициям и развитию ИРК, Жениса Касымбека с главой швейцарской делегацией. Швейцария для Казахстана – стратегический и важный торгово-экономический партнер в Европе. Сегодня в республике работают более 300 совместных предприятий. Нынешняя двусторонняя встреча – очередное подтверждение намерения о дальнейшем укреплении экономических связей, расширении сфер в соимного сотрудничества во многих областях. Для Мангистау Швейцария – основной импортер нефти. За последние семь лет товарооборот между этой страной и регионом составил более 7 миллиардов долларов. Из них почти 90,9% – это экспорт нефти. Но куда большие перспективы ожидают от сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Совместное соглашение уже подписано. Во время делового визита делегации из Швейцарии ознакомилась с производственными мощностями Актаусского морского порта и порта Курык и специальной экономической зоны. Были отмечены огромные перспективы и выгодные условия для вложения инвестиций. Швейцарий за последние 19 лет инвестировал в экономику Казахстана более 20 миллиардов долларов США. В прошлом году 15-17% был рост товарооборота, составил более 3 миллиардов долларов США. Поэтому для нас этот партнер является достаточно важным. В казну Армении за полтора месяца вернули 42 миллиона долларов благодаря работе правоохранительных органов. Это неуплаченные налоги и средства теневого сектора экономики. Министр республики Никол Пашинян подчеркнул, что из возвращенных в госбюджет средств примерно 20 миллионов долларов правительство направит регионам в качестве помощи. Ранее Пашинян заявил, что намерен отказаться от одной из двух своих резиденций. Одно из зданий планируется вернуть аппарату президента. Это важный показатель, и мы должны продолжить работы в данном направлении. Дела по незаконному обогащению, хищениям, присвоениям, также по своим объемам большие и находятся в процессе. Мы вернем в госбюджет серьезные средства и до конца компенсируем нанесенный государству ущерб. Успешный опыт развития сельхозпредприятия «Родина» должен перенять Балычинский район. Об этом заявил президент Беларуси во время рабочей поездки в Могилевскую область. Александру Лукашенко рассказали о подготовке к уборочной кампании – заготовке кормовых. В хозяйстве выращивают элитные семена с высокой урожайностью – в среднем 56% с гектара. За счет собственных средств колхоз «Родина» построил современную ферму. И среди прочих вопросов президент интересовался, какие условия созданы для привлечения молодых специалистов. 35 лет предприятия возглавляет Александр Лопатентов. Опытный хозяйственник сумел повысить сельхозпромышленный комплекс из когда-то убыточного в разряд передового. Чего не скажешь о других хозяйствах района, которые, по мнению Александра Лукашенко, должны брать пример с колхоза «Родина». Эта же задача стоит и перед назначением в конце июня председателем Балычинского райисполкома. Коллектив хозяйства в этом году получил высокую награду – занесенную республиканскую доску почета. Александр Лукашенко в благодарность за высокие результаты и вклад в развитие сельхозотрасли подарил трудовому коллективу автомобиль «Джили Атлас». Что меня больше всего волнует, это тебе, наверное, больше вопрос, чем к новому председателю райисполкома. Я понимаю так, вы Белынишский район угробили, а потом, чтобы его спасти перед моим приездом, вы скруглого бросили сюда человека на спасение. Так это выглядит? Ну, район пошатнулся серьезно. Второй вопрос. Почему, имея под боком человека, который прошел жизнь и в сельском хозяйстве 30, наверное, с лишним лет уже работает, я еще помню, и имея простейшую технологию, которая дает высочайшую эффективность, вы не повторили на всем районе? Ты можешь ему сказать, что надо сделать в Белынишском районе, да, председателю, в Белынишском районе, что надо сделать, может быть, объединить, сделать три таких комплексных холдинга хозяйства, как колхоз «Родина», может быть, четыре, может быть, маленькая где-то, не трогать, не надо искусственно ничего объединять. Ты можешь ему подсказать, что вы в течение пару лет это повторили? Железная дисциплина, военная, где-то что-то чуть-чуть поможем, но не думайте, что мы за счет бюджета что-то будем делать, или я дам команду банкам выдать кредиты, а вы потом их не вернете. В чем-то мы тебе поможем. Ты не рассчитываешь, что сюда кто-то что-то будет вваливать. У нас достаточно направлений, где мы вваливать должны и видеть будущее, перспективу. А это надо в Белыниче повторить. 20-й год заканчивается, это должно быть сделано. Белорусская атомная станция способна без риска выдержать 7-бальное землетрясение и наводнение, при котором уровень воды поднимается на 50 метров. В Госатомнадзоре рассказали о проведенных стресс-тестах и результатах партнерской проверки. Она прошла с участием 17 экспертов из регулирующих органов разных стран в сфере ядерной и радиационной безопасности. В составе были представители Еврокомиссии, а в качестве наблюдателей – представители МАГАТЭ России и Ирана. По итогам работы подписано комьюнике. В этом году в Островце ждут очередную комиссию МАГАТЭ. Международные эксперты проверят готовность станции и реагирование систем на различные нештатные ситуации. До вода Белорусской атомной электростанции в эксплуатацию на станции побывают еще несколько миссий агентства. Первый энергоблог запустят в следующем году, второй – год спустя. В целом позитивный характер. То есть работа была продуктивная, полезная и результат, соответственно, полезный для обеих сторон. Усиление безопасности выше требований нормативно-правовых документов. Выше. Это запасы. Это еще улучшение, которые процесс постоянный. В столице Франции по-прежнему не хватает отелей класса люкс. Именно поэтому повторное открытие знаковой гостиницы в лебобережной части Парижа стало важным событием и для состоятельных путешественников, и для индустрии в целом. Отель впервые открыли в 1910 году. В нем побывали представители кругов искусства и культуры, включая Эрнеста Хемингуэя. Во время Второй мировой войны он стал штаб-квартиры нацистов, а затем после освобождения в нем ютились беженцы. На реконструкцию потратили 4 года и 200 миллионов евро. Обновленный отель предложит постояльцам 184 обычных номеров, 47 люксов, спа-салонов, крытый бассейн и джаз-бар. В городе уже есть ряд элитных отелей. Управление туризма обобщенно называют их дворцами. Отель находится в районе, где расположены элитные квартиры. Ночь в нем обойдется в полторы тысячи евро. При этом эксперты говорят, что в Париже по-прежнему не хватает дорогих гостиниц. Туристы стали реже приезжать во Францию после серии атак исламистов в 2015 году, когда погибло 130 человек. В 2016 году в отелях класса люкс стало останавливаться на 15% меньше постояльцев. В туристической отрасли надеются, что с открытием нового отеля поток путешественников возрастет. «Парижский рынок не перенасыщен роскошными номерами. У нас есть несколько дворцов в Париже. Но если сравнивать с Лондоном, Москвой, Токио и Нью-Йорком, всеми мировыми экономическими центрами, то мы все еще немного отстаем в этом вопросе. Так что у нас есть куда расти». Курс лиры снова пошатнулся. Таип Эрдоган назначил ответственным за экономику страны своего зятя. Это произошло вскоре после инаугурации Эрдогана на должность президента, полномочия которого значительно расширились. Ранее по результатам референдума Турция официально сменила форму правления на президентскую. Таип Эрдоган, который находится в высших эшелонах власти уже 15 лет, ранее активно за это агитировал. Теперь он обещает кардинальные реформы. Бират Алабайрак – противоречивая кандидатура на должность министра финансов. Ранее он возглавлял Министерство энергетики и природных ресурсов. В общей сложности в состав кабинета вошли 10 министров. Это на 10 меньше, чем в предыдущем правительстве. При этом после внесенных изменений в стране были упразднена должность премьера-министра. То есть правительство теперь возглавляет президент. Экономическая ситуация в стране остается нестабильной. Национальная валюта с начала года потеряла около пятой части своей стоимости. Инвесторы опасаются, что Эрдоган движется в сторону более жесткого контроля монетарной политики. Назначение на должность министра финансов родственника только усугубляет ситуацию. Одним из первых распоряжений Эрдогана после инаугурации стало то, что право назначать главу Центробанка страны он возложил на себя. Ранее такое решение принимал Кабинет министров. Посол США в Германии Ричард Гренелл выразил протест против планов Ирана снять со счетов в Германии 300 миллионов евро наличными и отправить их самолетом на родину. В настоящее время это принадлежащий Исламской республике, деньги хранятся в Европейском Исламском коммерческом банке. Эти счета управляются Центральным банком Германии. В настоящее время Федеральное управление финансового надзора Германии проводит проверку законности такой операции. Иран объясняет необходимость вывода своих денег в наличной форме опасением, что из-за новых антииранских санкций в США эти деньги могут быть заблокированы. В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих в бизнес с Ираном. Ужесточение американской политики в отношении Ирана больно ударило по финансовой системе этой страны. С апреля иранская национальная валюта «Реал» обесценилась в два раза. Новые американские пошлины на китайскую продукцию. Их общая сумма должна составить свыше 200 миллиардов долларов в год. В дополнение к уже введенным неделю назад тарифам, США намерены облагать сделано в Китае еще и 10-процентной пошлины. Американский президент еще до избрания говорил о том, что торговое соглашение с Китаем несправедливо по отношению к США. В общей сложности его администрация намерена ввести ограничителей на импорт китайских товаров на полтриллиона долларов. Сумма всего импорта в США из Поднебесной составляет примерно ту же сумму. Пока 25-процентный налог на ввоз из Китая распространен на более чем 800 наименований. Помимо текстиля, США вводят из Китая детали самолетов, продукцию автопрома и хай-тека. Субтитры создавал DimaTorzok